и снова привет это все тот же инстаграм и это значит что сегодня мы с вами друзья будем пить очередную водку как вы видите она стоит на столе это водка финской с этой водкой у меня есть воспоминания потому что первый раз я ее попробовал наверное добрых лет шесть назад причем попробовал я ее на новый год тогда я еще был моложе и не настолько разбирался в водках но тогда нам захотелось на новый год именно водки у нас была типа блатная водка финляндия и мы решили а давай ка мы возьмем сравнить финской тогда она была новая нам сказали она супер новая мы почитали посмотрели круто классно потом в интернете ролик посмотрели оказалось что это франшизная водка что есть в финляндии точно такая же водка которая собственно говоря у нас у нас ее льет завод бульбаш тогда ее тоже лил бульбаш разлива значит сейчас эта водка свежая что у нас здесь по поводу состава вот на самом деле она выглядит у нас сзади контр этикетка на ней кажется нет но можно сделать вот так и у нас появится там еще два текста которые я вам сейчас почитаю первое на том что вы оторвали вы можете увидеть что состав всей водки состоит из артезианской воды исправленной спирта этилового ректификовано из пищевого сырья люкс и спиртового настоя зерна пшеница а также сахара ну а дальше нам пишут что водка финская дата разлива указана татата на этикетке хранить и прочее все дела производитель булбаш по технологии под контролем сайма бэ-бэ-ра-джес-оу-лтд а сайма а так это подождите так это такая такая же финская водка как сайма так сайма это же завод который принадлежит россиянам в финляндии про эту водку нихрена вообще не знают они вообще не знаю что они выпускают такую водку но да ладно короче это по сути по российской значит лицензии но типа по-финской ладно давайте долго не будем думать будем открывать водка разлита в этом году значит о спасибо за то что акции заторвался контролька все дела нету дозатора а ну объем 0 5 цена 8 рублей насколько я знаю неплохо булькает вполне себе вполне себе водка уходит акциз возвращаем пробочку выглядит это вполне себе симпатично так ну типа бутылочки на стол поставить не стыдно ну такой из рюмки классический водочный без какого-то чтоб там уже прямо шубала в нос и убивала нас давайте попробуем отсюда чистый бокал помытый видите вот еще капельки воды наверху отсюда по по спиртоз не скажем прямо и они там чего они там писали пшеница или ров или ячмень пшеница не похожи на пшеницу пшеница просто она обычно такая кислинкой отдает вот но насколько я всегда а здесь такой знаете вот как будто это какая-нибудь ячменная водочка такая речь ладно давайте первую проверим мало ли но зашла ничего десна не сильно жжет но при этом есть легкий выхлоп и опять же вот есть привкус дешевой водки к сожалению вот привкус дешевой водки знаете как это неплохая водка но она дешевая знаете почему у него вот вот и дешевой водки у нее есть привкус вот такого знаете куда спирта привкус вот именно вот этот спиртуозность я не знаю какие правильно еще это назвать я не профессиональный дегустатор но тем не менее вот то есть я это называют так я для этого придумал название привкус дешевой водки не знаю вот такое себе да примесей тут никаких нету пшеница здесь это не чувствуется никакого настоя то есть ну это все технологи там добавили три капли на литр я ну явно тут что-то особого не скажешь так сказать чтобы это было плохо я не скажу что это плохо сказать чтобы это было хорошо я тоже не скажу что это хорошо это нормально вот ну нормальная водка вторая попробую оливкой закусить посмотрим что из этого получится вот под запуску она полегче то есть снимается этот спиртовой привкус который во рту не вроде бы ничего то есть наверно под запуск ее можно пить нужно ли это уже совсем другой вопрос я бы честно наверное ну не повторял я бы на собой эксперименты больше не ставил и не говорите мне что я зажравшийся что я привык там пить всякие чистые розы и прочие вещи вопрос не в этом вопрос же во вкусе то есть еще вкусно значит вкусно моя как люблю чистые розы которые стоят там как крыло от самолета ну в ранге водок да понятно там допустим или какую-нибудь рейку да я с таким же удовольствием там пью числова чародея который в пять раз дешевле чем чистые розы или там есть водки за 8 рублей которые я прекрасно пью то есть там я не вижу просто смысла в этой категории покупать вот эту водку ну по крайней мере опять же ее можно покупать в сравнении с чем-то то есть да если там сравнивать допустим не знаю там с каким-нибудь там условный там какой-нибудь презент там от минского кристалла да который это вот ну конечно вот это лучше да то есть хотя у самого же бульбаша есть из дешевых водок ну мне даже у них просто линейка бульбаш сама по себе которая обычная не единица даже она мне нравится вот больше чем этот у них простая водка она лучше чем вот какая-нибудь айс этот их на она есть там или айс шот этот как они там делают она получше чем вот это то есть она понятие она помягче она вот без такого явного этого привкуса то есть ну это водка середняк середняк в общем друзья мои будем заканчивать сей монолог в общем надо давайте так покупал бы я эту водку еще если вот чисто я хочу выпить я нет покупать будем ли мы с моими друзьями на свои пьянки нет но есть я не знаю если только но не случится какой-то крах мировой системы и другого ничего магазинах не будет ну да это вот это вот да это опять же мы оператор приволок она была куплена вот по такому принципу то есть это были вдали вдаль в дальних далее и из ближайшем магазине выбор был соответственно либо колосы либо вот это ну мой оператор он не дурак он знает что при выборы колосы либо что-то еще лучше брать что-то еще не я не хочу обидеть сейчас климатические лвз а то они на меня обидится скажет вот начнем начал мало ли это начнут как известные технологи одного завода мне письма писать гневные обвинять правду сказал обвинять меня начнут в том что я продался ведь понимаете когда у тебя канал на 150 человек ты же продажный да тебе же в очередь становятся люди которые говорят вот тебе пачечка денег обкакай ты вот этот вот лвз ну это всем известно ну вот поэтому не в общем ладно друзья долго говорю я бы эту водку на пьянку не брал оценка и 5 баллов но если у вас стоит выбор опять же там какие-нибудь условные ужасные чарки опохмельные прочие житницы или вот это ну и других вариантов нет да понятно что вот это побеждает это можно пить я еще раз повторюсь особенно с закуской это вообще как бы ну не так уже и плохо но это и не хорошо вот я просто человек который любит чтобы было вкусненько когда пьешь именно водку люблю вкусную а под вкусной водкой подрухами водку который есть вкус водки не вот дешевого спирта не какой-то не знаю там жженого хлеба именно вот хороший водки в общем друзья им желаю хороших напитков и до новых встреч всем пока это был инстаграм заходите еще будем выпивать за ваше здоровье